Добрый вечер, мои дорогие! Сегодня 23 февраля 2024 года. День защитника империалистического отечества. Да, это так. День защитника империалистического отечества. Был праздник, день защитника социалистического отечества. И этот праздник с 1918 года, во время гражданской войны, когда организовали Красную армию. И вот этот день, 23 февраля, с тех пор мы праздновали все советские годы. Советский Союз развалили. Ну, по инерции, видимо, по привычке продолжают 23 февраля праздновать День защитника. Но сейчас это уже империалистическое отечество. Это фактически так. Конечно же, не социалистическое. Поэтому все, кто защищает это империалистическое отечество, могут праздновать. Но я это не праздную. Так. Вот я решила погулять. Вышла из дома в 7 часов вечера. Ну, сейчас, может быть, в 8 уже. Ну, сегодня вроде повеселей на набережной. Народу чуток побольше. Сегодня ночью, в 2 часа ночи, где-то с 2 до 2.30, наверху заскреблись. И скребли по полу, и скребли, и скребли. Что мне пришлось подниматься наверх. И я постучала в верхнюю квартиру, к этим Андреевой. Собака залаяла, они не встали. Ну, правда, затихли. Ну, представляете, вот вы думаете, хочется вставать ночью, в 2 часа ночи, идти наверх и им стучать. Понимаете? Вот как они мне, какую адскую жизнь устраивают. Я хотела, конечно, полицию вызвать. Вот сегодня, если то же самое повторится, я вызову полицию. Так, это мне все надоело. Я думаю, пойду-ка я погуляю. Потому что ночью неизвестно, что мне предстоит. Вот ложишься спать и не знаешь, что будет ночью. Как они меня разбудят, не разбудят. Какими стуками и звуками. Адская, адская квартира. И соседи это вообще. Слов нет. Просто нет слов. Вот сегодня, если будут стучать, я, во-первых, запишу на смартфон, и, во-вторых, вызову полицию. Ну что, у меня все по-старому. Суды идут, 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 и все еще не заканчивается. И похоже, что и долго еще не закончится. Ну и, конечно, смотрю новости. Новости, новости, новости. Страшные у нас дела происходят в стране. Просто страшные. Матери Навального даже покойника не отдают. Понимаете? Вот настолько они его боятся. Ну, он, конечно, значительная фигура была. Очень даже среди оппозиционеров, в общем-то, крупнее его и не было никого. Я до сих пор в шоке от того, что произошло. Просто в шоке. Я не понимаю. Я не понимаю. Тот, кто это сделал, наверное, понимает, что репутация этой власти вообще на дне. Просто на дне. Ну, им что, они напишут выборы так, как им надо. Нарисуют все, что им надо. И ничего сделать не можем. Я по выборам 21-го года до сих пор сужусь. Вот жду из Верховного суда РФ решение. Противно вообще все это? Просто противно. Мы как вообще никто. Никакой роли не играем. Разве что вот в окопы. Людей гонят и все. А так никому мы не нужны. О, я стала толстеть. Это кошмар. Ну, почему стала толстеть? Потому что у меня стал болеть желудок. Вот уже второй год пошел. И я стала постоянно готовить. Я всегда мало ела. А сейчас без конца икра я что-нибудь ем. Ну, и все. Пять килограмм я точно прибавила. Ну, я думаю, что я все равно похудею. А пока здоровье дороже. Сейчас встретилась с Надей шахматовой. Мы с ней шли. Где-то от рынка. Она пошла смотреть там танцы. Меня совершенно танцы не интересуют. Я лучше тут поснимаю. Похожу. Какая огромная собака. Пудель. Просто огромная. День рождения отпраздновала. Я очень, конечно, довольна. Правда, народу было мало, но самые-самые дорогие мне люди пришли и меня поздравили. И до сих пор поздравляют. Пусть. Я Ялту люблю вот только за то, что в любой момент дня и ночи можно выйти и пойти гулять. Потому что ночью здесь точно так же у меня был приятель Царство Ему Небесное. Он умер почти в 90 лет. Он ходил гулять. Я в 10 часов домой иду, а он только выходит гулять на набережную. Ну, он такой активный образ жизни вел. Ознакомился. И здесь ночью своя жизнь на набережной. Ну, меня вот, честно говоря, она не интересует ночной жизни. Ирочка-погребняк ходила, торговала цветами. И она как раз вот ходила поздно. Ну, может, часов 10 как раз она выходила. И до 3 часов ночи. Вот представляете, какая здесь бурная ночная жизнь Ялки. И вот все шли с различных ночных кафе, ресторанов, подвыпившие. И своим спутницам покупали у нее цветы. И вот она каждый день торговала этими цветами до 3 ночи, товарищи. Кстати сказать, она сейчас в Ирландии, Ирочка. Она мне звонила с Люксембурга, с аэропорта. Она пожила в Испании, пожила во Франции, везде побывала, все повидала. И по видеосвязи мне по вайверу звонила с аэропорта с Люксембурга. Я, говорит, лечу в Ирландию. И вскоре после этого разговора я посмотрела в новостях. Ну, новости я смотрю все каналы. На английском, на украинском, на русском. В общем, все подряд смотрю. По-моему, на английском языке какой-то там канал показывали, как ирландцы митингуют против приезжих, против беженцев. Представляете? Там такие были выступления, такие были митинги. И я подумала, да, неудачно, конечно, Ира попала в Ирландию. когда эта война закончится и она вернется. Я не знаю, куда она вернется, в Украину или куда. или сюда, в Ялту. Не знаю. Полиция, что ли, ездит. Что-то они тут смотрят. Вообще, раньше, еще при Украине, полиция здесь без конца ходила по набережной. А сейчас вообще редко-редко видишь. я помню, что запрещали курить. Ну и правильно. Что-то Саши, музыканта, нету сегодня. Ой, у меня рука уже замерзла. Я, наверное, сейчас посижу. Перчатки надену. Какие-то новые все. Певицы, певуньи. Старые куда-то подевались. Юру давно не видела. Может, их на СВО забрали? Ну, Юру точно не заберут, потому что он и два литра. Тетки. Такие солидные поют. Всем хочется копейку заработать. Друзья, с Днём защитника Отечества! С праздником! Боже мой! Отечества у нас давно уже нету. Кануло в лету, и никто не защитил. Я имею в виду Советский Союз. Опраздновали 70 лет. День защитника Отечества. Одним ростчерком пера в Беловежской пуще. Одним ростчерком пера уничтожили. И флаг сняли. С Верховного Совета СССР Кремля. Ой, никогда это не забыть. 25, по-моему, декабря 91-го года. Вот Банк Россия, в основе которого лежат деньги коммунистов. коммунистов было очень долго, миллионы. 20 миллионов было членов Компартии. И все платили большой-большой взнос. Что-то очень большое. 10% по-моему, от зарплаты. Дети кричат. Так. Знакомых никого нет. Надя, я компанию не составила. Не пошла смотреть, как там танцуют. Так. Может, еще здесь посижу и пойду пешком домой. Пешком надо ходить много. в магазин зайду что-нибудь куплю к чаю. Хотя сладкая, уже все так надоело. Варенье, мед, конфеты. Я обычно конфеты не покупаю, но на день рождения купила. купила я к дню рождения торт птичье молоко. но товарищи, это точно не птичье молоко. Птичье молоко суфле такое более-менее тверденькое. Но здесь какая-то белая каша была. Я сказала кондитерская, что это же совсем не птичье молоко. По какой рецептуре они делают, я не знаю. кто во что гораст. Жаль, конечно. Но Петр Юрьевич Наполеон купил. Еще и такой торт. Я не могу понять, что ты охотишь. Не въезжай, вот нет. Что-то я редко вижу Валю Погорелову. Она совсем не стала гулять. А может она на танцах сейчас. Она любит танцевать. И тоже туда ходит. Там в конце набережной возле галеры. Сейчас только там по-моему танцуют. Раньше еще и здесь танцевали. А здесь как всегда на скейтбордах катаются ребятишки. Красиво с подсветкой здание смотрится. вот раньше украшали всякой иллюминацией деревья только в Новый год. сейчас все время. Но это тоже неплохо. не так давно бесплатно ходили в кино на бременских музыкантов. Я была занята и не пошла. Это нам организовывает центр социального обслуживания обслуживания ЦСО, которые на Ломоносово 27 пенсионеров везде выгуливают. Но это хорошо, конечно. Потому что у пенсионеров жизнь такая неинтересная. И мне тоже эти суды до смерти надоели. Просто какая-то адская жизнь. Распишут Ялта город счастье. Не знаю для кого то счастье. Не знаю. Сегодня в телеграм-канале новости Ялта 24 прочитала про одну женщину. Я про нее уже читала. Уже публиковали. Одна пенсионерка обманным путем ее вынудили ей 75 лет вынудили продать квартиру. Но там такой был обман что такое впечатление что у нее вообще голова совершенно не соображает. Совершенно не соображает. И в результате она осталась без квартиры. И без денег и без квартиры она не собиралась совершенно ее продавать. Но эти мошенницы внушили ей что это фиктивный фиктивная продажа. Ну в общем дурдом. Явно у нее не в порядке с головой у этой бабки. И судья Карпачева ее по-моему так и не защитила. ну невменяемая бабка совершенно. Единственное жилье чтобы продать это надо последний ум потерять. а ей сказали что это фиктивная продажа. Две мошенницы ее обрабатывали не один год. И Госдума собиралась издать такой закон принять который бы запрещал запрещал продавать квартиры людям старше 70 лет. Без какого-либо сопровождения там родственников и так далее понимаете запрещал. Давно об этом речь шла о том что надо такой закон принять и до сих пор не приняли видимо у этих мошенников с квартирами у этих жуликов которые наживаются за счет этих полоумных стариков наверное у них лобби сильное в этой Госдуме потому что такой закон нужен нужен во-первых уже внушаемые люди от старости лет во-вторых это необратимые когнитивные изменения идут от того что изменения в сосудах головного мозга атеросклерозы ну у всех подряд товарищи и у меня атеросклероз начинается и в определенном возрасте у всех начинается атеросклероз то есть головной мозг уже полноценно не питается кровью понимаете а раз он не питается кровью как положено стало быть он и не работает как положено и конечно же страдает мышление в частности критичность мышления в первую очередь поэтому эту бабку конечно надо везти эту пенсионерку 75-летнюю потому что она совершенно не осознавала что она делает продавая единственное жилье якобы сделка была якобы фиктивная вот и до нее дошло видимо что она сделала только тогда когда ее начали выселять на улицу я понять не могу это все ясно и понятно что это мошенничество и почему суды не защищают таких полоумных стариков удивительно квартир квартира у нее где-то на тольятти вот живем в такой стране где не защищены ни старики ни дети страшно просто страшно но слава богу у меня критичность мышления наверное долго не исчезнет потому что у меня еще характер такой и я всегда это у меня от отца от отца передалось он любил всех критиковать и я тоже люблю всех и все критиковать мне муж еще говорил что мне надо работать в ОТК отдел технического контроля потому что я сразу оцениваю все довольно критически абсолютно все но люди разные и тем не менее под старость лет все равно но необратимые изменения происходят и стариков надо защищать от мошенников всеми способами но у нас их не только не защищают а наоборот используют для того чтобы обогатиться особенно в Ялте вот я иду напротив улица Московская был у меня приятель Симонов и уже перед его смертью его дочка узнала что квартира оказывается уже не их представляете ну его было практически 90 лет он там не дожил сколько-то 89 по-моему умер вот он заболел онкологией стариков вообще одиноких все тут все тут на учете у этих риэлторов порядочных риэлторов вообще нет вообще если они вас без квартиры не оставят но они вас обязательно обманут так меня обманули с квартирой подсунули мне вот эту гостинку вместо однокомнатной крющевки с которой я мучаюсь дело в том что в таких домах контингент был работяги давали эти квартиры работягам вот наш дом шоферам давали эти квартирки соседний дом также и вот они остались их родственники я уже об этом говорила там совершенно ну быдло есть быдло тут говорить не о чем вот если у нас случайно каким-то образом люди попадали в наш дом но они сразу же уезжали вот у нас Венковский забыла кажется так у него фамилия музыкант жил ну сколько он прожил года наверное не прожил увидел что за люди тут вокруг живут и они переехали в морозово в морозово в морозово жила очень интеллигентная женщина дай бог ей здоровье я не знаю куда она тоже уехала сейчас приехала вот в квартиру где Володя в шутенках жил на пятом на четвертом этаже надо мной там выше меня на этаж я на втором а он на четвертом и вот после его смерти продали видимо вот женщина тоже интеллигентная мне она очень нравится Елена Николаевна и там еще на эхо тоже тоже есть нормальные но нас по-моему даже меньше чем тех которые и выпить любят и шумят и не дают спокойной жизни так что вообще квартиру продавать и покупать лучше наверное не через риэлторов от них толку никакого только наварятся и все на этой сделке ужасно ужасно и вот это агентство партнер оно тоже замешано вот с этой женщиной вы знаете и что за покупатель такой покупает квартиру у старухи у которой больше нет жилья он на что рассчитывал он на что рассчитывал это ужас я уверена что они все связаны там вот эти мошенницы и покупателя нашли наверное среди своих знакомых сами смотались одну правда нашли в Краснодарском крае другая вообще за границу уехала ужасно вместо денег ей муляжи подсунули этой бабке в общем страшное дело просто страшное дело но у нас никто в стране не защищен никто и защитить нас некому совершенно ни одно правоохранительное орган ни один правоохранительный орган нас не защищает должны были обязательно уголовное дело открыть на этих мошенниц ну одну поймали мошенницу посадить их надо этих мошенниц сделку признать незаконной вот и все а этот покупатель вообще подозрение вызывает вот представляете я бы пошла покупать квартиру и не проверила бы надо квартиру которую ты покупаешь надо проверить на 10 раз кто ее продает а тем более когда такая уже из ума выжившаяся старуха понимаете чтобы не было неприятностей я абсолютно уверена что покупатель такой же мошенник уже бубликов никаких нет написано пересменка 15 минут ну-ка я спрошу нет все продали наверное они уже уходят ну время часов 9 наверное так на время ремонта этого рынка на время его реконструкции рынок будет там где так там где были ярмарки сельскохозяйственные раньше возле магазина яблока на автовокзале а здесь я никогда ничего не брала не знаю дорого эти 240 дорого там 150 бублики с курицей с мясом но в последнее время мне не нравится тесто фарш вкусный но тесто видимо видимо мука нетвердых сортов пшеницы невкусное тесто раньше тесто было просто объедение можно было купить одну лепешку из этого теста и с удовольствием кушать за 50 рублей продавалось так здесь без конца меняются магазины без конца надо даже какие лампы разноцветные у меня вот такая и купила я ее только тогда когда ужасное видео у меня брали интервью поздно вечером у меня не было такой лампы там такое освещение было отвратительное и я так ужасно выглядела с таким освещением но сейчас уже не поменять ничего после этого я сразу уже пошла купила лампу с ней конечно вид совсем другой но у меня больше интервью никто не берет вот так вот аптека здравсервис как только она не называлась сейчас здравсервис называется да этот магазин уже закрытый ну время девять они до скольки работают до восьми я вот в эту кондитерскую мельсии наверное уже отходила потому что у нее сейчас чай не в пакетиках и не за 30 рублей а в каких-то цилиндриках и за 50 рублей и совершенно невкусные поэтому я не стала ходить в этот мельсий чай ну разве что там что-нибудь купить и со своим чаем прийти мне нравятся интерьеры в этих кафешках там очень уютно все равно целый день ходишь или полдня и обязательно надо где-то отдохнуть они всегда на пути эти кафешечки можно посидеть и отдохнуть вы подождите подождите учатся подождите 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 Нечего купить. Да, я сальтисон еще люблю. Но тот магазин, где он продается недалеко от нас, он уже наверняка закрыт. Да, сальтисон я очень редко покупаю. И буквально на один-два бутербродика. Потому что он жирный, но очень вкусный. А сейчас я купила шпика чуть-чуть. На 120 рублей. Потому что, ну, нечего брать. Колбаса там, химия одна. Я вообще колбасу не покупаю. И шпик я вообще-то, честно говоря, никогда не ела. Но Петр Юрьевич на день рождения среди другого, среди прочего, принес мне сало шпика. Домашнего, говорит. И очень вкусный черный хлеб с кориандром. И чуть такой сладковатый. Обалденный. И вот когда все разошлись, я как напала на этот шпик. Хотя я вообще сало никогда практически не ела. И все съела. И вот сейчас тоже решила купить. Ну, как мне не растолстеть. Вот, начало толстеть. Да, как-то надо будет мне к весне, к лету худеть, конечно. Ну, пока еще я, конечно, влезаю в одежду. Но на весы вставать уже страшно. Больше 60 килограмм. Это ужасно, товарищи. Вот так вот у нас в Ялте проходит День защитника империалистического отечества. День защитника олигархической России. Люди ходят туда-сюда. Нигде никаких концертов. Ничего. Ну, это естественно. Радоваться-то нечем. Советская эпоха прошла. Эта эпоха нам в душу точно не вошла. Одни неприятности. Одни неприятности. И что эта власть делает? Волосы дыбом встают. Просто волосы дыбом встают. Волосы дыбом встают. Продолжение следует...